Здравствуйте, уважаемые гости, подписчики моего канала. Я всех вас рада приветствовать. Спасибо вам большое за то, что вы поддерживаете мой канал лайками. Подписывайтесь, оставляйте свои комментарии, пишите мне запросы на те видео, которые для вас более интересны и актуальны. Я же в свою очередь буду также отбирать те видео, которые будут интересны для широкой публики, для поддержания, конечно же, своего контента. Сегодня я сделаю такой расклад. Мария Селест. Корабль-призрак. Очень интересная тема. Тайна корабля до сих пор неразгадана. Бригантина вышла из Нью-Йорка с грузом коньячного спирта. Следовала по своему маршруту, как множество других судов. Было это в 1872 году. Капитаном Марии Селест был 37-летний Бенджамин Брикс. Он взял с собой жену Сару и двухгодовалую дочь Софию. Когда экипаж судна Дэн Грации обнаружил корабль, корабль был абсолютно безлюдным. Произошло это 4 декабря 1872 году. Вот в то время капитаны вели судовые журналы. И последняя запись была датирована 27 ноября 1872 года. В общем-то, что их удивило? На борту было 10 человек. Вместе с экипажем исчезли хронометр и секстант, а также был разбит компас. Отсутствовала шлюпка. И на корабле была вот такая обстановка, как будто люди в спешке покинули корабль. Что же их заставило покинуть корабль в спешке? И куда они могли исчезнуть вместе со шлюпкой? Их никто так больше и не нашел. У капитана также был старший сын, и он оставался с бабушкой. В общем, экипаж 10 человек исчезли бесследно. А сейчас я хочу посмотреть, буду работать на черном гримуаре. Что людей заставило покинуть корабль? Что? Почему капитан принял такое решение? Что это могло быть? Так. А вы знаете, у меня складывается все-таки такая вот версия. Я все-таки прихожу к большей версии, что они что-то увидели. И причем они увидели что-то очень необычное именно в воздухе. Понимаете? И они были напуганы. Именно капитан принимает такое решение. Наверное, скорее всего, ему в тот момент показалось, что что-то вот это заинтересовало именно вот, ну как, вот это Мария Селес, да? И Бенджамин Брикс, капитан, принимает решение покинуть всем корабль. Но, тем не менее, они все-таки надеялись, что они вернутся на корабль. Но это их действительно напугало. И вот то, что я вижу, они все-таки с чем-то вступают в контакт. Я вижу, что это могло быть огромное, огромное, ну можно так сказать, какой-то огромный объект, который они увидели. Они увидели это в воздухе. И я все-таки склоняюсь, что это было связано с НЛО, с пришельцами, с других планет. Я вижу это так. Что, по итогу, случилось с экипажем из 10 человек? Ну, я вижу, что их забрали. Я вижу, что их как забрали. И они уже никогда не смогли вернуться на Землю. Я вижу это так. Хорошо, а почему, вот это моя версия, что пришельцы заинтересовались этим кораблем? Что они хотели? Именно что они хотели от землян? Что им нужно-то было? Им нужны были сами люди. Им конкретно нужны были люди. Те, которые находились. Их не интересовал ни груз, ни золото, ни драгоценности. Ни сама, как сказать, не сам этот корабль Мария Селест. Их интересовали конкретно люди. И я вижу, что их похитили пришельцы. Я вижу это так. У меня больше другого никакого объяснения не может быть. Они их именно привлекли для чего-то. Возможно, для какой-то работы, для каких-то своих, возможно, опытов. Но они их не убили. Нет, я не вижу, чтобы они их убили. Они с ними вступили во, как сказать, во взаимодействие. Но еще я вижу то, что впоследствии те люди, которые были на этом пароходе и попали в контакт с инопланетянами, они напрочь забыли про то, что они делали, куда они шли, кто они. Я вижу, что им вообще была даже стерта память, и они уже вели совершенно другой образ жизни. Я вижу это так. Ну, возможно, для чего-то они их забрали с собой. Но это не было мучительно. Сначала, да, они очень испугались. А впоследствии они вообще забыли. Все. Они забыли про то, что они когда-то были именно землянами и жили на земле. Я вижу это так. Если к данному раскладу у вас есть комментарии, напишите, пожалуйста. Возможно, у кого-то есть своя информация. Берегите себя, берегите своих детей. Всего вам доброго.